всем привет с вами снова сф нас костях анастасия гопанец она работает экономистом в управленческом учете в группе компании гема естественно сама себе думаю расскажет немножко у нас сегодня тема карьера в финансовом контролинге да что это вообще такое обсудим какая там что нужно чтобы туда попасть да какая там лестница какие эти топс ну в общем-то все стандартно как мы обычно делаем нас все привет ребята всем привет привет александр сегодня мы поговорим о такой сфере как финансовый контролинг эта сфера достаточно новая для россии и не совсем корректное представление они сейчас вообще сформировано у людей я хочу сейчас объяснить вообще что это себя представляет начну наверное пожалуйста своего вообще опыта и образования окончила я колледж мгему россии на бухгалтерском учете анализе дети с красным дипломом потом пошла на бакалавра финансового менеджмента также закончила с красным дипломом у меня есть опыт работы в зарубежных компаниях это джон дир сельскохозяйственная техника и дженерал электрик я думаю тут комментарии все знаю компанию всех на слуху затем я решила себя уже реализовать финансах и поэтому пошла в группу компании интер колор вот там я и получила основные знания в области финансового контролинга а чем занимается интер колор вообще интер колор это компания которая занимается продажами лакокрасочного и гаражного оборудования то есть это множество поставщиков и по сути дистрибьюция по всей россии то есть это торговля и это до конечного потребителя доведения продукции тут я получила впервые опыт финансового контролинга я подчинялась финансовому директору непосредственно и у меня в качестве подчиненных были люди из бухгалтерии также я была привлечена на проект я была финансовым директором в италии на винодельне это было производство то есть по сути там тоже был финансовый контролинг я тоже этого коснусь дальше в нашем диалоге и сейчас я работаю в группе компании гема финансовым контролером по сути хоть моя вакансия сейчас называется экономист по управленческому учету я отношусь контрольный ревизионному отделу это по сути контролинг я наверное уже начну говорить о сути контролинга что это вообще за зверь такой многие путают контролинг с внутренним аудитом хотя внутренний аудит это одно из составляющих финансового контролинга безусловно эти понятия нельзя вообще ни в коей мере отождествлять это совершенно разные и взаимодополняющие понятия но в то же время они не идентичны контролер вообще в компании кто это такой за человек он выполняет задачи планирования именно стратегически то есть контролер финансовый это уши и глаза финансового директора и генерального директора по сути это бюджетирование финансового планирования в плане управленческого учета да это может быть контроль затрат информационное обеспечение бизнес-процессов какая-то автоматизация и доведение их дома и контролинг чем интересен то что из контролинга можно затем перейти и финансовые директоры и в генеральные директоры потому что это очень интересная должность которая сочетает в себе и финансы и стратегического управления но у нас в россии сейчас это на той стадии что финансовый контролинг больше все таки пока еще похож на внутренний аудит это касается больше бухгалтерского учета это касается каких-то резания костов и так далее я думаю что ближайшие пять лет все таки у нас предприятия в российской федерации потому что контролинг это больше стратегия это вот именно отталкиваясь от бюджетирования такие больше финансовые огромные планы на далекое далекое будущее слушай вот да у меня вопрос такой вообще а как просто немного путаемся я может быть все в голове путаюсь вот есть там то есть моем представлении всегда было что есть там допустим бухгалтеры да которые по факту работают историческими данными и там с налоговой темой и есть ребята которые планированием занимаются то есть там бюджетирование костинг там но вот все в таком духе а то есть какие то что получается еще люди вообще как устроен там финансовый отдел там более-менее там ну средний крупный бизнес вообще может быть пару слов об этом можешь рассказать да да я наверное возьму за пример в качестве примера компанию john deere которая представляет у нас свои свои как бы продажи в россии опять же напомню что это сельскохозяйственная техника и лесозготовительная это крупная компания им больше ста лет и процессы там уже отлажены как там вообще выглядит структура финансового отдела это есть финансовый директор и ему непосредственно подчиняется финансовый контролер финансовый директор с генеральным директором разрабатывают стратегию движения бизнеса они непосредственно работают с собственниками компании финансовый контролер он как сказать он что-то средне между стратегическим планированием и оперативным то есть он доводит оперативный учет до такого чтобы выполнить те стратегические цели которые наметил финансовый директор вот как раз таки в таких больших транснациональных корпорациях финансовому директор финансовому контролеру просите подотчетным именно те специалисты которые у нас профессии которых у нас более-менее понятно это финансовые аналитики финансовые менеджеры на местах и отдел бухгалтерии собственно говоря есть еще другая на самом деле система построения учета это когда финансовый контролер подчиняется непосредственно собственнику потому что финансовый контролер преследует цели выявить все проблемные точки над которыми можно работать и не всегда обращая внимание на оперативный учет только это можно выявить как бы это понятно вот и довольно таки это интересная модель вообще изначально с нее в германии начинали то что финансовый контролер тот человек который подчиняется собственнику и он помогает ему увидеть реальную картину которую уже рисует финансовый директор и его подчиненный вот принципе есть две таких вот моделя я думаю что россия ближе конечно идти по первому пути когда финансовый контролер подчиняется финансовому директору а с чем связана вот эта вторая модель там типа недоверие гендирую или почему там собственник или или собственник больше в таком случае играет роли в управлении бизнесом то есть есть там гендир да есть финансы по сути директора почему вот это разделение призов призов происходит почему там второй модели а не подчиняется сиева удар всех да хороший вопрос я не исключаю этого варианта который предложил ты но в принципе можно рассматривать такой вариант что это свежий взгляд на вещи сторонний человека который имеет свое мнение и является по сути финансовым советником собственника на понял ну тогда разумно да да вот наверное этот вариант все-таки более как бы предпочтительнее и благоприятно слышать нежели чем недоверие собственника к собственному бизнесу я думаю что такое встречается редко и мне хочется принципе в это верить да просто финансовый контролер он именно финансовый больше советник окей хорошо давай тогда дальше двигаться там вопросы больше сдают по ну такие более операционные поэтому давай да уже к обязанностям непосредственно что из себя представляет структура финансового контролинга она состоит из следующих частей самая маленькая минимальная это административная то есть принципе понятно что любой финансист не занимается какими-либо административными функциями но в то же время я оговаривалась выше что есть такой блок интересный это оптимизация бизнес-процессов то есть можно сказать что административная роль финансового контролера и заключается в оптимизации процессов следующей роли это подготовка информации консультации и поддержки системы и ее развития как раз таки в этом заключается роли советника финансового контролера собственнику бизнеса то что он как я сказала выше и его глаза и его уши он предоставляет ему оперативный отчет вообще что происходит на предприятии а также дает консультации исходя из положения из текущего положения дел вот и и соответственно из этого текают инструменты которые используют финансовый контролер в своей деятельности это непосредственно управленческий учет то есть это вообще must have без него не обходится ни один финансовый контролер это бюджетирование то есть это стратегическое именно финансовое планирование расчет затрат по процессам то есть это само собой разумеющийся и вытекающие из бюджетирования а также расчет целевых затрат тоже к этому можно отнести расчет затрат по жизненному циклу продукта это если говорить о больше товарных либо производственных компаниях а также я наверное больше сделаю упор сейчас на как раз таки kpi kpi это те контрольные точки те показатели которые как раз таки разрабатывать финансовый контролер для оценки эффективности бизнеса и бизнес-процессов например это может быть определенное количество продаж филиале либо допустим скорость который аналитик проводит оценку эффективности деятельности компании ну и также наверное стоит добавить что сюда относится составление отчетности боимся это тоже немаловажно слушай вот меня вопрос по банк сколько я всегда думал что это больше такая гендирская тема или там операционного директора какого-то есть конечно компании такой есть то есть можешь пару моментов я вообще на самом деле по счету для меня странно что финдир занимается разработкой kpi если условно говоря ну там у тебя кипя и там для каких-то финансовых и ладно но кипя и там допустим для какой-нибудь фолфилмента там или не знаю ресерча да там как как он может это все знать то есть насколько он он же не факт что какой-то технарь там или там получил специалист именно в продукте который делает компания да безусловно какие-то производственные kpi они не будут разрабатываться финансовым контролером это уже соответственно другой блок который делает специалист который в этом разбирается и который за это ответственный финансовый контролер может взять на себя функции разработки теперь по чисто финансовым показателям либо по каким-то именно бизнес процессовым то есть это та же самая скорость обработки информации это допустим количество ошибок в каком-то отделе по какому-то отчету или показатель и так далее но опять же говоря общими словами это показательно на предприятиях транснациональных корпорациях потому что все-таки в российском пока финансовом контролинге этого нет работы с кипя и медда у нас вообще даже генеральный директор они всегда этим занимаются а вот в зарубежных компаниях да там такое вот разделение обязанностей что финансовый контролер он может присутствовать блоками и маркетинге и в логистике и продажах да это действительно есть такое но именно с финансовой точки зрения опять же потому что мы рассматриваем все таки финансовый контролинг они вообще контролем и не стоит забывать что опять же таки это с оценки именно финансовых показателей слушай а чем отличается контролинг от финансовый контролинг что-то новые вещи слышу сегодня ну контролинг он может быть и производственный и маркетинговый а вот мы говорим именно про финансовый контролинг связано да с управленческим учетом тесно окей ну принципе тогда да тогда понятно да да ну что принципе двумя дальше то есть как раз люди у спрашивали какие навыки знания там чего там сдавать надо и так далее скажи там свой опыт и расскажи там может быть чего тебе не хватало да как-то в итоге поняла что тебе этого не хватает как-то это восполнила и так далее я наверное пожалуй начну с того как и вообще попала финансовый контролинг вообще люди наверное зададутся вопросом как бухгалтер ушел финансовые контролеры да безусловно это были месяцы подготовки к собеседованиям и я вообще не думала что какие-либо компании обратят внимание на человека без опыта вообще в экономике финансах но опять же помогло то что в российских компаниях пока что финансовый контролинг не носит такой большой значимости как в зарубежных хоть и финансовый контролинг россии это важная вещь да я работала собственниками бизнеса и работаю до сих пор уже на другой работе но следует договорить что присутствует такие моменты что тебя собеседуют по факту на бухучет то есть рсб у спрашивают умение заставлять отчетность то есть все три формы вообще должно быть глубокое понимание бухгалтерского учета потому что управленческая настроиться на основе бухгалтерского это как минимум нужно знать проводки и вообще желательно знать чем 1 1 вид отчетности отличается от другого и как они перекликаются между собой даже если это будешь знать тебя потом вообще будет легче даже на этой позиции потом безусловно у тебя должен быть интерес в том плане что ты не просто будешь сидеть постоянно за компьютером и делать отчеты для руководства ты должен участвовать в процессе бизнеса это постоянные переговоры это если производственное предприятие то необходимо будет участвовать каких-то производственных бизнес-процессов да там это безусловно расчет себестоимости плановый тот же и так далее это работа с затратами непосредственно то есть допустим на прошлой работе я отвечала за завод который занимался производством грузиков для шиномонтажа и надо было разбираться в стоимости свинца почему она падает а почему она иногда наоборот растет оказывается что дело было в сезонности охоты когда был сезон охоты соответственно дробь поэтому цены на свинец возрастали вот именно важно для финансового контролера такие вещи тоже учитывать то есть работа идет не с голыми цифрами непосредственно уже с затратами и с прибылью это очень интересно вот этим контролинг и интересен я пожалуй начну договорить навыки навыков и знаниях которые мне пригодились вообще и сейчас в том числе для движения дальше и вперед наверное не лишнее будет сказать что как база это финансовое образование конечно если изначально она технарская то в принципе как бы веснял магистратура потом будет финансовый то я думаю человеку будет наоборот даже лучше потому что сейчас все предприятия российские они уходят на автоматизацию постепенно и если человек предложит себя в качестве специалиста который может с этим помочь в бизнес-процессах то это сыграть ему на руку если говорить о сертификатах то асси дипифор наверное это москве для всех финансистов а у тебя сколько бумаг там вася вася у меня пока что никаких у меня сейчас будет только сима в декабре асима напомни расскажи немного про симу потому что баса до многие знают да там по 15 бумаг и 15 экзаменов задавать там часто в универе учишь себя уже засчитывают там первые три я помню каком-то вузе выступал в казахстане они хотели сделать так чтобы девять зачитывать из 15 я думал подумал ребят вы наверное их тоже очень хорошо учить того чтобы это знать сима что стоит стоит я так понимаю основном преподавать работодатель оплачиваю на нет нет у меня не преподавать в моем случае он дорогая просто ну да потому что там еще членский взнос будет каждый год а сима это вообще документ по управленческому учету а так как база финансового контролинга это управленческий учет то система тут очень очень нужна и очень очень пригодится потому что я как бы периодически мониторе о вакансии финансового контролинга финансового директора и финансового анализа чтобы вообще ориентироваться что сейчас предлагает рынок и что сейчас может предложить как бы средний человек рынку по запросу и я стала обращать внимание что на позицию финансового контролера действительно запрашивается кроме а теперь еще и сима и если говорить про симу то там очень много бизнес кейсов вообще процессе обучения то есть именно реализация твоих знаний под конкретной ситуации этим сима принципе интересно вообще она если можно так выразиться не такая даже занудная как ассо до сима действительно интереснее своей вовлеченностью в реальные бизнес-процессы но конечно чтобы носим пойти должен быть мне кажется опыт в управленческом учете но если его нету или он недостаточно то я не думаю что это будет проблемой для первой бумаги а потому что p1 и p2 это те бумаги которые как бы не то что востребованы а наиболее распространены вот и их в основном работодатель как бы и ими она ограничивается вот потом цифра я не думаю что пригодится тут на самом деле потому что это глубокая на все это что люди вообще сначала думать что это сеется ручно что и как переводится сертифая там investment analysis что чуть не помнишь сейчас тут ребята пишут что вроде аудиторский это аудиторский интернет какой-то международная квалификация на аудитор на аудитор она если мне не изменяет память от сша да да точно это сша а смысл ее сдавать если и сисе и например ну вообще на самом деле как со мной делились более опытные финансовые контролеры это поможет вообще в понимании бизнес-процессов и если ты хочешь допустим перейти из бухгалтерии в те же самые контролеры ну принципе человек если работал аудитором а в аудите вы аудитором то он может прийти финансовый контролинг и основываясь на своих просто знаниях без этого сертификата ну то есть аудитору нужно будет как бы тогда потянуть управленку на бы по идее то что он работает с историческими данными там с первичкой и так далее соответственно если аудитору легче чем бухгалтеру но нужно понимать вообще что такое управленка и что это не только бухгалтерский налоговый учет что управленка это более что-то обширное это расчет таких показателей по запросу бизнеса который может могут тесно пересекаться с другими отделами и департаментами соответственно фин менеджеру какому-нибудь нужно будет наоборот подтягивать а угад ну то есть финансовый учат по сути уж нам проблем уже будет знать наши позиции по экономистам да да вот в этом ты правда веслом потому что финансовый менеджер если он с головой там идет допустим чистого управленку и он со временем начнут плыть бухучается это понятно вот но в принципе если как бы базовое знание хорошее то принципе может подтягивать как бы не нужно будет но финансовый менеджер он до близок финансовому контролеру единственное что финансовый менеджер он ограничивается финансовыми показателями потому что это допустим блок казначейства либо блок затраты опять же тот же финансовый контролем да это более обширное понятие на стыке бизнеса и финансов на твой взгляд из этих всех трех сертификатов какой как бы какой последователь лучше пройти какой из них принципе такой прям самый ключевой я наверное подчеркнул сима из-за того что он больше близок на самом деле к финансовому контролингу по своей структуре ас я поставил на второе место только из-за того что в принципе считаю что эта бумага должна быть практически сейчас у каждого финансиста себя уважающего я еще не сдала из-за того что у меня были несколько другие приоритеты но сама планирую безусловно потому что это дает структурирование того материала которое удалось скопить в своей голове финансового поэтому аудиторские сертификаты они наверное должны были быть помечены в моей презентации звездочкой потому что они не являются как таковыми обязательными поэтому если говорить о сертификатах то это прежде всего аса и сима остальные акционально то есть ладно давай поговорим там про практику тугоришь и там решение кейсов часть кейс чемпионатах о чем ты говоришь конкретно я просто не они ну не особо знаю какие вообще есть там кейс чемпионаты по теме контролинга там или вообще там по аккаунте в целом да я на самом деле тоже есть чемпионатах даже никогда не участвовала Я просто знаю, что многие ребята для того, чтобы поднатаскать навык вообще видения бизнеса и стратегического мышления, участвуют в кейс-чемпионатах и обучаются решению кейсов. Это на самом деле поможет развить то мышление, чтобы уйти от узкого мышления финансиста. Узкое в том плане, что не стоит замыкаться только на цифрах. Если ты хочешь видеть бизнес, то не стоит видеть только числовые значения, показатели. Нужно уметь видеть на стыке цифр те процессы, которые происходят вокруг тебя и мыслить так, чтобы ты знал, что может быть на предприятии через год. Это то стратегическое мышление, которое очень хорошо можно развить через решение кейсов. Потому что, как сказать, во время учебы я мимо этого прошла. И потом уже практикую работу, на это стала обращать внимание, решать кейсы даже чисто для себя. И это на самом деле мне очень сильно помогло. Слушай, а где ты нашла их, находишь эти кейсы, там какой-то сайт есть или какое-то сообщество есть, где можно находить кейсы по финансовым контролям и так далее. Люди, кстати, как раз задают тоже вопрос, есть ли кейс-чемпионат не для студентов. Сталкивалась ли ты с этим? На самом деле я искала эту информацию, да, чтобы были кейсы-чемпионаты для работающих людей, но пока что не нашла. Я обязательно поделюсь со всеми, если я найду какую-либо информацию, потому что я сейчас ее усиленно ищу. Действительно, хотелось бы поучаствовать в кейс-чемпионате, но я закончила вуз в 2014 году. А многие кейсы-чемпионаты требуют, чтобы было не больше двух лет с момента окончания учебы, даже магистратуры. По поводу кейсов по финансовому контролингу, не скажу, что они именно какие-то есть по финансовому контролингу, они именно есть, так сказать, узконаправленные, больше на корпы, либо на какой-то банкинг, может быть. Наверное, если говорить про финансовый контролинг, то это все-таки корп, ближе, безусловно. Так, а вот вопрос, на самом деле, такое, не знаю, твое мнение чисто. Есть ли смысл, то есть, если сдавать CFA, нужно ли еще ICC? Вообще, про CFA что думаешь? CFA? Ну, на самом деле, чтобы развиваться для себя, для самообразования, если ты решил реализовываться в сфере финансовой контролинги, дальше идти финдиром или гендиром, то, да, безусловно, это круто, но это больше, конечно, аналитика. Но это лишним не будет, лишним не будет. Ну да, ну в целом, ребят, на самом деле, CFA там, на мой взгляд, там с контролингом очень-очень-очень-очень слабо пересекается, даже если брать там, ну, первый уровень, да, где гораздо больше сегментации, потому что второй уровень, третий, там уже, насколько я помню, такие, там, меньше темы, и они такие более глубоко проработанные, больше для инвестмент-менеджмента подходят. То есть, там, насколько я помню, на первом уровне что-то 20% только финансовым отчетностям уделено. То есть, я, честно говоря, если вы хотите, мне кажется, двигаться как CFO path какой-то, да, путь CFO, то CFA, честно, мне кажется, бессмысленно, на самом деле, будет вам сдавать, в принципе, как и для банкинга, вот, но для банкинга CFA это часто просто некая строчка в резюме, вот. А с точки зрения полезности, наверное, все-таки там CIMA, да, или ACCA сдавать, вот это гораздо будет для вас полезнее, чем CFA. Поэтому, чтобы не тратить время, лучше сразу начните, там, с ACCA, допустим, мне кажется. Вот, CFA все-таки, да, это инвестиционный уклон, и как-то я не вижу, чтобы там было много практических моментов, связанных именно, там, с тем, что нужно финдебо. Так, ладненько, а какие другие вопросы, потом еще, ребята, ответьте, не успокойтесь, давайте дальше двигаться, Анастасия. По этому слайду, да, пробежимся пока что-то. Ага, следующие навыки необходимы для вообще реализации себя в финансовом контролинге, это, как я говорила выше, составлять и читать отчетность, ну, я думаю, с этим проблемы не возникнет, тут уже просто дело в практике, как можно больше практики. Много задач в открытом доступе, как бы, если кому нужно, я могу скинуть сайты, задачи и так далее. Как бы, это найти, на самом деле, несложно. Я от себя добавлю, на самом деле, извини, от себя добавлю, на самом деле, что там, ребят, там, публичных компаний очень много, заходите, скачивайте отчетности, читайте пресс-релизы, презентации, как бы, это все можно делать, не знаю, хоть каждый день новую компанию, там, если есть время, там, проходиться. Вот, и примечания все читать, да, какие-то там термины себе выписывайте, там, гуглите-то все и так далее. То есть, это вся информация, в принципе, есть, и тут не надо велосипеда сплетать. Да, да, спасибо больше. Если говорить об Excel, то это, безусловно, продвинутый уровень, это макросы, это, конечно же, функция WPR и так далее. Макросы сейчас можно, ребят, писать не только на Basic, но и на Python. Это немногие работодатели смотрят на это очень, очень вообще открыто. Да ладно, я вот первый раз слышу, чтобы в учете пользовался Python. Видимо, это какие-то западные компании больше. Это одно из применений Python, да, это макросы на нем в Excel. Но это уже, конечно, в некоторой степени для российских компаний извращение, потому что, на самом деле, у нас, мне кажется, маленький процент, даже тех, кто просто может писать макросы. Но это, безусловно, облегчает жизнь, особенно если управленка ведется в Excel. А это очень часто, ребят, я скажу так, что очень мало где в России управленка ведется с использованием каких-либо особых программ и средств управления. Максимум это будет 1С, как вообще вот часто я видела. Чаще всего это будет просто на коленке и через Excel. И поэтому его знание вам пригодится очень сильно. База данных, если говорить о базах данных, то это, опять же, опять касаясь тех компаний, которые развиваются, и они крупные. В средних компаниях такого не будет. База данных, там, это просто обычные сервера, куда вы будете заходить для того, чтобы скачать информацию. То есть вы максимум ограничитесь той средой, в которой вы будете работать. Вот, ну, в принципе, сейчас Python спрашивают, но очень редко, только в крупных... Ну, я думаю, что со временем больше там будет, ну, как бы, может быть, там не ближайший год, да, на течение 5 лет, 10 точно. Да, это язык скриптовых запросов для работы с базой данных. То есть, в принципе, если освоить простой синтаксис через блок уроков на Coursera, этого вполне достаточно. То есть тут продвинутый уровень не нужен, конечно же. Потом презентационные навыки нужны, даже не то, что как преподнести информацию, как преподнести себя и информацию. То есть нужно уметь себя поставить в компании очень серьезно, потому что я столкнулась с тем, что когда я пришла финансовым контролером на прошлое место работы, ко мне бухгалтерия, состоящая из мастодонтов, бухучета, это тетеньки лет по 50-60, они посмотрели на меня, мне 20 с лишним лет, и, естественно, они меня восприняли не очень серьезно. Вот здесь вот очень важный момент, как ты себя поставишь. То есть в презентационные навыки я включила не только навыки составления презентации, диаграммы, графики, да, это самые особо разумеющиеся и важные, но важно, как ты себя поставишь в коллективе. То есть нужно понимать, что это уже серьезная должность, что ты не специалист, что ты уже управляешь по факту, что бухгалтерия тебе должна предоставлять информацию по запросу. Так что это очень такой важный пункт, я бы сказала. Отлично. Ну, soft skills, короче, то есть вещи, да, о которых, так скажем, в книжке не прочитаешь. Это нужно, это чисто такое психология больше, я понимаю, да? Да, да, безусловно, soft skills я перечислила все, которые, в принципе, свойственны для любой финансовой, экономической специальности, в принципе. Для бухгалтера то же самое нужно, потому что стрессоустойчивость та же самая для бухгалтера, закрытие отчетности, это вообще прям очень-очень важно. И тот же самый высокий уровень самоорганизации, если вы хотите дальше развиваться как специалиста, а не быть вечно джуниором, то, конечно же, это тоже нужно. Ну и способность к анализу, что я под этим подразумеваю? Это способность раскладывать составляющие на множество маленьких частей и видеть, во что они могут превратиться через некоторое время. Ну, есть синтез, а есть анализ. То есть умение анализировать – это важнейшее качество финансиста. То есть, ребят, не только консультанты должны уметь какое-то дерево решений встроить и в структурированном мысли, да, это, в принципе, в финансовой сфере, где бы вы ни работали, это необходимо. Так, ну что, тогда какие, ребят, есть вопросы, есть? А, кстати, вот вопрос Михаила. Удалось ли вам по итогу найти контакт с этими мастатонтами? Да, да, безусловно, удалось. Но было на самом деле сначала тяжело, но все-таки я дала понять, что как бы я не пришла на самом деле выполнять видимость, что я что-то делаю, а действительно начала выстраивать с ними отношения посредством и вербальных, и невербальных каких-то навыков, и чисто межличностными отношениями, и на кофе-поинте и так далее. То есть очень-очень важно выстраивать отношения в коллективе и с другими отделами, и с вами как бы, ну, они фактически были моими подчиненными, что уж говорить. Вот, ну, уважение, оно приходит со временем. То есть с самого начала тебя уважать никто не будет. Логично уважение, да, заслужить это, да, все верно. Так, а вопрос от Анны, по вашему мнению, куда будет логично вкладывать время и силы? Магистратуру, бухучет или СССР? Спасибо заранее. Так, так, так. Магистратура, бухучет. А бакалавриат, интересно, какой в таком случае? Просто на самом деле, что человек, смотря для себя, видит дальше, и кем он себя видит в дальнейшем? То есть это такой общего характера вопрос. Нужно знать, какой бы бакалавриат у человека. Вот сейчас я задам этот вопрос. На самом деле я, не знаю, рассказывал, нет, когда-либо, да. Но я, допустим, вообще когда-то думал, то есть я учился, у меня была довольно-таки, ну, такая сложная учеба, да, там, я учился, там, на MS4, то есть такой CPA у меня был в универе, то есть смысл был в том, что, типа, ты закончишь вуз, можешь пойти сразу сдавать CPA. Ну, это типа СССР, только американская версия. Вот, и я какое-то время думал, что, блин, может мне вообще там на историю какую-нибудь, условно, перевестись, чисто высокие оценки, чтобы были, параллельно делать MCFA, там, первые два уровня, знать до конца вуза. Поэтому я не знаю в итоге, правильно ли я сделал, что я остался и добил свою, как бы, специализацию или нужно было перевестись. Но здесь тоже момент, что, как бы, я думаю, что работодатели, если увидят, что у вас там не профильный диплом, но при этом вы сдали, не знаю, половину бумаг всех этих, да, то он наверняка будет понимать, что вы, в принципе, хорошо в этом шарите, и, скорее всего, шарите лучше, чем люди с бакалавром даже у учета, особенно зная, как там у нас учат в вузах очень часто. Поэтому, ну, это такие чисто мои мысли вслух. Конкретно Анна говорит, что на ВШМ, с МГУ, менеджмент. Высшая школа менеджмента, хорошая школа. Если вы на менеджменте, я не знаю, что ты думаешь. Вот именно менеджменты. Я просто не знаю, что конкретно менеджменте изучает. Это для меня всегда было загадкой. Так, ну, на самом деле, действительно, имеет, наверное, смысл больше бумаги получить, если честно. Ну, это, опять же, какая магистратура, в каком вузе. Это очень все-таки имеет вес. Если это, допустим, магистратура в той же самой Германии, то тут стоит подумать. А если, допустим, это российская магистратура, бухучет, ну, мне кажется, они равноценны с бумагами. И тогда, может, имеет смысл, правда, бумаги получить, потому что это будет больше практики. Ну, и, конечно, еще вопрос в деньгах, на самом деле. Потому что там учиться в Германии, конечно, престижно, но там, не знаю, сколько это стоит будет по сравнению с тем, чтобы сдать бумаги. Ну, короче, индивидуальный кейс, конечно, но я бы, на самом деле, я очень предвзято отношусь к магистратуре в целом. Не знаю, почему. То есть я ничего против там MBA, например, не имею MBA, да, но, допустим, какая-то тема вроде Masters of Finance, да, я, честно говоря, вот, даже думаю всегда, вот, если бы я пошел, что бы я там новое узнал, реально. Ну, как бы, да, может быть, какие-то книжки бы мне там новые показали и так далее. Поэтому я, мой личный совет, наверное, лучше бумаги сдавать. Тем более, что у вас бэкграунд в бизнесе, то есть вы там не учитесь инженерию какой-нибудь. И вопрос, Ивана, выходцы из каких альма-матер в основном работают в финансовом контроллинге? В финансовом контроллинге? Я встречала очень много специалистов из высшей школы экономики, а также кто проходил, как сказать, обучение по программе обмена опытом с немцами, тех самыми, из Великобритании. То есть очень много людей, кто бывало за границей, вдохновились, наверное, вообще профессией финансового контролера и потом решили вообще уйти в нее, будучи уже в России. Ну, вот, да, высшая школа экономики чаще всего, финансовая академия тоже встречается. Из государственного университета управления я знаю пару человек, то есть это не профильные финвузы тоже встречаются. Да, ну, правда, я просто там был, и мне что-то показало, что там как-то тухловато вообще в целом. Ну, наверное, зависит от того. Может, бухучет там нормальный учить, я не знаю, как бы, но вот из того, что я был там, рассказывал про карьеру финансов, они так, знаешь, сидели, как будто первый раз это слышит. Возможно, возможно, на самом деле, но тут опять же зависит от человека, потому что я знала очень сильного бухгалтера, который учился на секундочку в Бауманке, то есть он был хоть что-то чисто для себя, и его это так заинтересовало, что он действительно ушел из инженеров в бухгалтера. Но это, на самом деле, исключительный случай. Это я к тому, что очень много всего индивидуального в этом плане. Так, ну что ж, по софтам мы уже прошлись, наверное, да? Давай тогда next, там ребята будут задавать вопросы, мы их озвучим. Наверное, там много очень вопросов, я просто не успеваю все отслеживать. По поводу вообще дня, как проходит стандартный день финансового контролера. Да, давай вот на этом, ребята, спрашивай. Обязанности, наверное, это всем интересно. Стандартные обязанности, которые ждут вас на любом предприятии, это разработка бизнес-плана компании, это прогнозный баланс, прогнозный бюджет движения денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках. То есть, опять же, возвращаясь к тому, что финансовый контролер – это стратег, он должен показать собственнику, либо финансовому директору, смотря кому он непосредственно подчиняется, как он видит картину бизнеса в дальнейшем, на что обратить внимание и какие сейчас действия необходимо предпринять. Составление корпоративного графика отчетности – это относится к административным функциям, это, опять же, обеспечение бесперебойной работы финансового отдела. Это действительно лежит на плечах хрупких или нехрупких финансового контролера, потому что организовать график отчетности на самом деле только с первого взгляда легко, потому что ты вводишь какие-то коррективы, новые бизнес-процессы, новые формы отчетности и так далее. Это очень интересно, но люди могут столкнуться с тем, что их не понимают, либо понимают частично и не хотят выполнять свои обязанности. Вот в этом уже заключается суть блока менеджмента финансового контролинга, то, что важно донести до людей, то, что те бизнес-процессы, которые вводятся в компанию заново с помощью финансового контролера, важны для достижения общей цели. Это, опять же, умение презентовать себя и умение правильно себя поставить в коллективе. Потом, формирование отчетов об исполнении бюджета компании, я думаю, что здесь понятно, здесь не нужно более подробно рассказывать. Это обязательная вещь для того, чтобы понять вообще, в каком состоянии мы находимся, в плохом или не очень. Но можно понимать, что бюджет – это не инструкция к выполнению, то есть бюджет – это те рамки, которые мы для себя наметили, то есть примерный вектор. Многие просто даже генеральные директора воспринимают бюджет как сценарий, по которому нужно идти, никуда не сворачивать. Нет, это ни в коем случае вообще неверно. И во многих компаниях, кстати, есть такая ошибка – не пересматривается бюджет в течение года. Я считаю, что бюджет нужно в течение полугода обязательно пересматривать, потому что очень часто все оборачивается вообще вспять после полугода. После первого квартала, наверное, не имеет смысла, из-за того, что компания только начала цикл в новом году, поэтому полгода это оптимально. И, кстати, пересмотром бюджета также занимается часто финансовый контроллер. Не всегда, но часто. Я, например, этим занималась. Потом анализ бюджета и отчетов, предоставляемых структурными подразделениями. Вот я почему написала структурными подразделениями, а не бухгалтерией, потому что финансовый контроллер взаимодействует не только с финноотделом и бухгалтерией. Это и логисты, это и продажники и так далее. И сюда уже относится как раз-таки блок KPI. Тут у нас идет уже анализ на исполнение каких-либо показателей, которые нужны нам для достижения цели компании. Например, у меня было в качестве KPI... Да, KPI... Че-то пропало. Ждем Анастасию немножко. Она тут с микрофоном, наверное, что-то. КОНЕЦ КОНЕЦ Анастасия 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 Так, кое-что мы сейчас сделаем. Ребят, пока пишите вопросы, сейчас Анастасия появится в моменте. Я вижу, что вопрос по SQL. Лев пишет, я без SQL прекрасно обхожусь. То есть, вот у него такой опыт. Так, я снова тут меня слышу. Да, я слышу тебя. Давай, ты пробал на слове KPI. Ага. Так, я много сказал после этого. Не знаю даже, почему меня выбило, просто прекратилось. Так, ну давай, в общем-то ты говорил до этого про то, что тебе пришлось там пересматривать еще бюджет, что это хорошая тема, там каждые полгода пересматривать. Вот, давай с этого продолжим, то я просто... Так, потом. Я говорила про KPI, насколько это важно, про анализ бюджета и отчетов, которые предоставляются структурными подразделениями. Почему я написала, что подразделениями? Это очень тесно связано со всеми бизнес-процессами компании, потому что финансовому контролеру необходимо взаимодействовать не только с бухгалтерией, с финоделом. Например, какие KPI были у меня, это, допустим, количество произведений каких-либо деталей и их количество, то есть достижение точки безубыточности, когда мы завод только ставили на рельсы, и это было новым инвест-проектом для нас. Либо, допустим, скорость обработки отчета бухгалтерии, тот отчет, который я им высылала на заполнение. Потому что очень часто от KPI, который ставит финансовый контролер, зависит премия сотрудников. То есть это взаимосвязано тесно с теми KPI, которые используют HR уже при начислении заработной платы. Это очень интересно на самом деле, потому что позволяет увидеть бизнес-процесс изнутри с точки зрения влияния на него именно человеческого фактора. И ты можешь анализировать, что человеку необходимо сделать для того, чтобы достичь какого-либо показателя. Потом следующий у нас это анализ эффективности использования денежных средств по проектам. На самом деле это не блок казначейства, потому что казначейство это совсем отдельная тема, и финансовый контролер не занимается казначейством и вообще движением денежных средств, если только не совмещает обязанности. Я говорю тут прежде всего про степень окупаемости этих денежных средств. Это опять же говорит про инвестиции, но это на самом деле не частый блок для финконтролера, но тем не менее встречается. И предотвращение, может быть, кассового разрыва, помощь блоку казначейства именно в этом ключе. Подготовка отчетности это может на самом деле делать как финансовый контролер, так и финансовый менеджер, но очень часто делает финансовый контролер, поэтому я решила все-таки включить в пакет обязанностей. Ну и планирование составлений прогнозов. Это перекликается очень тесно с первым пунктом на данном слайде, но тут уже больше что-то абстрактное, потому что если мы говорим про модель предприятия, то она может состоять из 20-30 отчетов, и может быть даже больше, если это какое-то крупное производство. То есть тут можно сказать, что да, планирование составлений прогнозов – это частично финансовое моделирование. Поэтому, ребят, финансовое моделирование тоже очень важно для финансового контролера, потому что именно бизнес-план компании, именно стратегическая какая-то картина, видение фирмы через год, через 5 лет – это как раз-таки финансовое моделирование. И очень часто на собеседовании просят сделать финмодель, хотя бы по трем формам, то есть составить прогнозный баланс. Тебе дают просто набор финансово-хозяйственных операций, это список из 50 пунктов, допустим. Внесли там уставный капитал и так далее, там это купили, то купили. И говорят, вот составь три формы, и что будет вообще с компанией через год. И ты должен за час, обычно дают час, увидеть картину, что вообще будет с бизнесом. Для этого три формы надо составить. Слушай, ну это разве моделирование, мне кажется, я такую тему задаю ребятам на втором занятии модуля Академии. Типа вот вам список транзакций, сделайте. Это базовые навыки, я с тобой согласна по финмоделированию. Я согласен с тобой в том, что я видел, допустим, вот даже выгружал недавно, ну как недавно, несколько месяцев назад, задание для финдира, там была позиция финдира в крупной компании, там, короче, считали задание именно… Ну там, конечно, на дом дали его, там, не час дали, а на дом, на пару дней, нужно было там построить модель, типа оценить бизнес, то есть там, причем прикол был, что парень там без проблем справился с прогнозированием, да, там, P&L построил, кашло, баланс, все не убилось, но там даже возникли проблемы с оценкой, там, pre-money valuation, post-money valuation, там, и так далее. Да, да, да. Типа какую долю мы готовы дать, там, в таком духе. Да, это уже про джентуру, да, с этим можно потом столкнуться в виде проблемы уже на непосредственно рабочем месте, то есть одно дело пройти собеседование, понятное дело, что на контролера не будут такие вещи спрашивать, но это то, с чем можно потом столкнуться именно в своей практике. Конечно, потом на тебя обратят внимание, почему, если ты знаешь базовые вещи и говорил, что можешь построить в нашу модель, а на деле это не так. То есть потом могут возникнуть, да, вопросы. Окей, так, давай там PMS4Gap, мы, по-моему, до этого очень дошли, нет, нет. И я пока посмотрю, что тут ребята ново пишут. Угу. То есть ты говоришь, что поготовка отчетов в МСФО и GAP, GAP это, соответственно, General Accepted Accounting Principles, да, это, то есть, показательские стандарты страны, в которой вы находитесь. Угу. Чего тебе нравится больше, МСФО или МСФО вообще? Что, что, прости, что нравится больше? Что тебе нравится больше, МСФО или РСБУ? МСФО, он более гибкий, скажу сразу, да, и за счет этого больше мне нравится. Он более приспособлен к реалям. Но РСБУ сейчас движется, ну, не семимильными шагами, но, не знаю, двухмильными шажками в сторону МСФО. И я надеюсь, что в дальнейшем мы к нему более-менее придем. Потому что все-таки РСБУ это больше как налоговый учет. МСФО это больше бухгалтерский и управленческий учет. Так, ну и, в принципе, планировать состояние прогноза, я думаю, что здесь довольно-таки все понятно. Может быть, ты скажешь, какие основные ошибки люди допускают в этом или в чем-то сложности у тебя были. В составлении прогнозов? Да, состояние прогнозов, планирование, бюджетирование, в общем, в целом. Так, ну, так как я отвечала за блок бюджетирования в компании, состоящей из 42 филиалов по всей России, было очень сложно вообще, на самом деле, организовать работу сбора информации прежде всего. Но вообще, из чего состояла моя работа? Планы продаж были спущены сверху. То есть мы должны продать столько-то продукции и прийти к чистой прибыли столько-то. То есть тебе дана продажа и тебе дана конечная цифра чистой прибыли, на которую ты должен уйти. А, ну еще дали то, что маржа не должна по чистой прибыли быть меньше 25%. Вот, и эти данные, которые тебе дали, и все, больше у тебя ничего нет. Есть еще подразделения, с которыми ты взаимодействуешь по поводу их уже затрат. А это логистические, административные затраты, это затраты на продажу и так далее. Соответственно, с каждым подразделением ведется работа именно по составлению планового бюджета. Это бюджет доходов и расходов, в первую очередь. Потом из него уже дальше ДДС и баланс идут. Какие наиболее частые ошибки были? Это непринятие во внимание некоторых факторов. Допустим, какие-то затраты забывали просто. Потом уже про них вспоминали, уже когда сдавается бюджет. На самом деле было тяжело, в том плане, что это было для меня ново. Поэтому я себе прямо на листочке выписывала, искала по сайтам, какие могут быть затраты и так далее. Потому что бюджета у них до этого не было. И, ну, естественно, аналитика бухгалтерской отчетности мне помогла за прошлые периоды. Вот. Потом еще какие ошибки? Ну, это, естественно, срыв сроков. Неправильные сроки выставлены были для себя. Не было, так сказать, временного кармана, который я теперь уже привыкла для себя ставить на, как сказать, на случай каких-либо ошибок, чтобы их переделать потом. Естественно, были ошибки в планировании прибыли, в планировании валовой прибыли именно. Потому что себестоимость неправильно считали филиалы, каждый сам для себя. И это очень важно, на самом деле, понимать структуру себестоимости на любом предприятии. Потом по поводу заработной платы не учитывали про то, что будут брать новых людей, допустим, на какие-то сезоны продаж. Не были учтены вот как раз таки факторы сезонности. Это тоже огромная ошибка. Потом уже дорабатывали. Ну и изменение курса евро, потому что у нас большинство продаж шли из Европы, и закупка была в евро. То есть это тоже важный блок, на который стоит обращать внимание. Конечно, тут сложно прогнозировать, потому что это такой общеэкономический фактор, но, тем не менее, приходилось. Окей, давай к вопросу перейдем. То есть ребята спрашивают, вы реально регулярно занимаетесь подготовкой финансовой отчетности на должности финн-контролера или имеется в виду управленческая отчетность? Управленческая, да, управленческая. То есть бухгалтер занимается там уже, там по РСБУ, там все остальное готовое, да? Да, да, для сдачи в налоговую занимался именно главный бухгалтер, я отвечала только за блок управленки. Вопрос, насколько, на твой взгляд, при работе в финансовом контроле имеет значение отраслевая специфика предприятия, где работаешь? Да, отличный вопрос, на самом деле, мне он очень нравится. Можно вникнуть, на самом деле, в любую отрасль, в любую специфику. Все бизнесы, они, в принципе, имеют одинаковый скелет, но важно подготовиться к тому, что сейчас у тебя будет совсем другая структура доходов и расходов и совсем иные бизнес-процессы. Допустим, на предыдущем месте работы у меня была филиальная торговая сеть, то есть это чисто торговля и производство. Где я работаю сейчас, это транспортные услуги и сдача в аренду недвижимости, то есть это совсем другие вообще отрасли. И там и там есть своя специфика, по которой я читала много дополнительной литературы для того, чтобы вообще глубже понимать структуру бизнеса. А так как контролер, он, как я говорила ранее, это очень интересная вакансия, которая совмещает в себе и финансовый учет, и стратегическое управление, то да, безусловно, да, и определенно, да, то, что специфика имеет значение, ее нужно учитывать. Вопрос. Есть ли все-таки смысл изучать SQL, он нужен там, где нужно тянуть удобоваримые данные с учетом систем типа Oracle или SAP? В компаниях, где они используются, для этого обычно существует техподдержка. Да, да, я про это и говорила, что это только в больших компаниях, где как раз-таки тут SAP стоит. SAP, естественно, маленький средний бизнес, не может себе даже банально позволить, и это ему и не нужно. Поэтому, да, это смотря на какую вилку и заработную плату вы рассчитываете, да, куда вы хотите пойти, либо в крупные какие-то компании международные, да, там потом с перспективами, соответственно, в этих компаниях, либо вы остановитесь на каких-то российских холдингах, возможно. Хотя сейчас российские холдинги тоже потихоньку переходят на такие базы данных. То есть это, опять же-таки, опционально. Смотри, так, следующий вопрос. Я не знаю, ты встречала в работе людей из Big4, потому что есть вопрос, на каком этапе стоит уходить из Big4 для успешного попадания в контролинг? И были какие-то кейсы? Мне сложно, да, ответить на этот вопрос, потому что я не встречала финансовых контролеров, которые из большой четверки пришли. Пока что не встречала. Ну, опять же-таки, если говорить, что с простого бухгалтера ушла финансовый контролинг, то, наверное, стоит отталкиваться от этой информации для того, чтобы самому ответить себе на этот вопрос, потому что очень много позиций, много отделов, и каждая компания большой четверки специфична, поэтому очень открытый вопрос на самом деле. Так, хорошо, значит, что еще тут интересного? Сейчас я подлистаю. Я видела, там был вопрос по поводу вилки зарплаты. Ну, я, наконец, хотел оставить, опять же, не знаю, больше это не отвечает, потому что обычно ребята не хотят. Ну, я на самом деле скажу, потому что это статистические данные, которые есть в открытом доступе на сайтах HR, на Forbes, скажете, даже была статья, то, что если говорить по Москве, то стандартно это от 100 тысяч и, наверное, до 350. Ну, это сколько лет опыта получается? Если говорить 100-150, это от 1 до 3, и, соответственно, выше, в принципе, такой же пропорции. А с бонусами или там как вообще с этим? С бонусами, на самом деле, везде по-разному. Это я говорю про голый оклад, а бонусы везде могут вообще абсолютно разниться. Есть компании, где есть бонусы, есть компании, где нет бонусов. Но, опять же, это зависит от собственника, как он заинтересован. А не возникало вообще, сталкиваясь, может быть, с таким, что другие менеджеры из других направлений думали, что зачем вообще там нужен финансовый контролер, в чем вообще его работа? Ну, типа, что ты на хлебнике какие-то там работаешь, цифры рисуешь. Такое отношение бывало или все довольно-таки, ну, с уважением относились? Да, конечно, бывало. На самом деле, в главном офисе в Москве нормально воспринимали, может, просто молчали, я не знаю. Проблемы начались в регионах, когда у меня начались комбинировки по всей России. Люди искренне не понимали, зачем еще один финансист, кроме бухгалтера вообще на предприятии. Они считали, что и финансовый директор, то, в принципе, не нужен. Поэтому это зависит от финансовой грамотности человека. Так. То есть, по зарплатам сказали. Сейчас я вниз пролистаю какие-то новые сообщения. Встречалась с ПИК-4 в отделе финанализа, оттуда потом можно контролер нормально перейти, но это комментарий. Да, я, в принципе, слышал такое. Это нормальная тема. Хотя я бы еще всегда думал, что проще перейти тем, кто именно идет каким-то группой экономистом на завод, или финменеджером, и проще потом финдиром стать, чем людям, у которого аудит. Не знаю, почему я так думал. Ну, опять же, статистики у меня перед глазами нет, и я думаю, это все индивидуально. Опять же. Так. Я думаю, что здесь, в принципе, на все ответили. Там у нас... Давай посмотрим, что у нас тут еще осталось. Да, да, да. Так. Какой опыт будет полезен? Да, в кочей вишенке на торте. Да, я оставила слайд под названием «Какой опыт будет полезен». Я, на самом деле, не претендую на звание эксперта. Это те данные, которые я выявила для себя, исходя из того опыта, что есть у меня, и из опыта общения с другими финансовыми контролерами, в частности, с зарубежными. Прежде всего, о чем сейчас спрашивают финансовых контролеров на собеседовании в предприятии, это опыт в автоматизации учета, потому что, как оговорилась я ранее, сейчас это очень важно на российских предприятиях. В принципе, на западных уже все поставлено на рельсы, и там ничего автоматизировать как бы не нужно. Вот. Сейчас компания заинтересована в человеке, которая будет в плане финансов оптимизировать бизнес-процессы. Вот. А еще автоматизация учета, она позволяет именно глубже вникнуть в суть всех процессов. То есть это тоже полезно именно для вашего развития в компании. Потом постановка управленческого учета с нуля, это, наверное, очень важно, ну, наверное, для тех, у кого есть уже опыт. Но, в принципе, если опыта в этом нету, то важно просто понимать структуру управленческого учета и чем она отличается от бухгалтерского. Не проблема, на самом деле, не страшная, если у вас нет такого опыта. Если он есть, то это на самом деле круто. Даже если вы просто бухгалтер и участвовали в этом бизнес-процессе в компании, то это вам будет только плюсом. Также, как и предыдущий пункт, допустим, если у вас в компании САП внедрялся, и вы, допустим, просто на участке банка клиент участвовали во внедрении этого продукта, это тоже огромный вам плюс, потому что вы заинтересованы, вы знаете, чем отличается процесс до и после, и вы знаете, каким потом привело это к профитам. Потом третье, навыки бюджетирования. Здесь оговорюсь тоже, что необязательно знать это на практике. Если дадут задание на собеседование, можно его сделать и с теоретическими знаниями. То есть важно просто разбираться. Опять же таки скажу, что много задачек в интернете, которые вам дают, и руку на этом набить и вообще понять изнутри. Потом опыт прохождения аудита, если до этого вы были бухгалтером. Мне это на самом деле было плюсом, потому что я проходила международный аудит с коллегами из Германии. Я сама была бухгалтером, когда работала в Джандире, и меня аудировали немцы. Чему это важно так? Потому что они аудировали по внутренней системе управленческого учета. И работодателю важно понимать, что вы знаете эту систему изнутри, умеете выстраивать бизнес-процессы и умеете отвечать за них уже. Участие в кейс-чемпионатах, мы уже об этом говорили, то, что это дает понять бизнес изнутри, дает натренированность именно в стратегическом мышлении. Ну и работа в компании с отлаженными прозрачными процессами, это опять же таки про мой американо-российский опыт, то, что сначала он был в американских компаниях, а теперь он практикуется уже в российских. То есть у меня есть перед глазами модель как надо, и я ее стараюсь уже реализовать, превратить в жизнь в российскую компанию. То есть это те пункты, которые мне помогли. Но все-таки смотри, на мой взгляд, как ты считаешь, что важнее, опыт или кейс-чемпионат? Ну, на самом деле, опять же таки, тут уже количественная мера важна, что один кейс-чемпионат или три года опыта. Либо там 10 кейс-чемпионатов и полгода опыта. Ну, наверное, все-таки опыт. Кейс-чемпионат, он просто дает навык стратегического мышления, но опыт это не заменит, безусловно. Ну, да, просто у студентов часто бытует мнение, что там я сейчас по участке чемпионата, а я всегда говорю, типа, ребят, вот вы лучше, не знаю, идите, помощникам, бухгалтера, поработайте. Это не панацея, да-да-да. И как бы лучше делать опыт себе, да, чтобы у вас там к окончании универа было два года опыта, и вы уже расценивались рынком не как студент, да, выпускник, а как профессионал, занимаясь когда-нибудь опыт, соответственно, за это у вас будет как минимум в два раза выше уже точно на этот момент. Так, в принципе, ребят, какие еще вопросы есть? Жду новых вопросов. Тем временем, на самом деле, хотел сказать, что у нас запускается курс по финансовому учету. С 18 сентября он будет идти до, по-моему, 5 ноября. Вот, вообще-то 90 часов занятий. Из них там половина, например, на РСПУ, половина на МСФО, финансовый анализ, работа в 1С, работа в контр-бухгалтерии. То есть ведут ребята из EY, и там, ну, в общем-то, из четверки, по большей части, которые занимаются там аудитом. То есть кому интересно прокачаться прям практически с нуля, да, там я не ожидаю от людей особых знаний на старте, прокачаться в учете, да, у нас вот стартует курс, поэтому, если интересно, напишите мне в ВК, личные сообщения. В общем-то, Настя, может быть, тогда ты какие-то напутственные слова скажешь ребятам, которые тут уже... Да, ребят, мои контакты на слайде, которые вы видите сейчас, не стесняйтесь, пишите мне. Я с удовольствием вам всегда помогу, проконсультирую вас и по финансовому контролингу, и по другим блокам, которые могут быть связаны с этой профессией, даже по бухгалтерскому учету. Вот, я всегда открыта и для комментариев в том числе. Я хочу вам сказать, никогда не бойтесь нового и никогда не бойтесь сменить свою сферу деятельности. Я начинала с того, что я была помощником главного бухгалтера в Джон Дире. В чем заключалась моя обязанность? Это опускать документы в Шреддер и сопоставлять ваучеры с платежками. То есть, изначально меня даже в компу не подпускали первые три месяца. Никогда не бойтесь начинать, потому что это в конце приведет вас к чему-то более невероятному, и не бойтесь участвовать в новых проектах, и это потолкнет вас еще дальше. И это очень здорово, потому что это самореализация. Я думаю, все. Я смотрю, туда уже люди, в принципе, пишут спасибо. Да, Анастасия, спасибо большое за твое время, за то, что ты рассказала, так сказать, от первого лица, да, там, про финансовый контролинг, про карьеру в этом, про то вообще, как в этой сфере развиваться, чем-то занимаешься, да, какие-то, я уверен, мифы развеяло, и, соответственно, людям это очень полезно. Вот, да, то есть, спасибо огромное. Ребят, в общем-то, я скинул ссылки на материалы вебинара, да, записывайся, вставляйте контакты, мы вам вышлем там в ближайшее время. Контакты Анастасии видите на слайде. Опять же, получите презентацию, можете оттуда просто скопировать и в ВК найти. Да, до новых встреч. Всем спасибо огромное, всем приятного вечера, хорошей рабочей недели. Да, и, естественно, кому интересно прокачаться в учете, да, как я уже сказал, у нас стартует курс в ближайшее время. Увидимся с вами на нем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok